Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я рад приветствовать всех вас в столице Урала, Екатеринбурге, и пожелать плодотворной работы. Этот город с богатыми историческими и культурными традициями динамично развивается, является претендентом на проведение в 2020 году Всемирной универсальной выставки Экспо-2020. Наши регулярные встречи – свидетельство заинтересованности России и ЕС в развитии стабильных партнёрских отношений. Со времени предыдущего декабрьского саммита в Брюсселе у нас накопилось немало тем для обсуждений и вопросов, которые ждут своего решения. Мы встречались, правда, в марте всего года в Москве с господином Борозу, но тогда обсуждали в основном кризис, кипрские проблемы. Вчера вечером мы обменялись оценками положения дел в экономике России и Евросоюза, ситуации в глобальном хозяйстве в целом. Для нас было важно получить из первых рук информацию о мерах, предпринимаемых для нормализации ситуации в еврозоне. И кипрская долговая проблема дополнительно высветила необходимость провести дополнительные консультации, провести работу по повышению доверия, прозрачности в наших отношениях. Мы также затронули тематику группы 20. Хотел бы ещё раз выразить признательность нашим коллегам из Евросоюза за конструктивное взаимодействие и за поддержку российского председательства. Будем рады видеть наших европейских коллег на саммите в Санкт-Петербурге. Полезную роль в развитии российско-ЕСовского диалога сыграла упомянутая мартовская встреча в формате «Правительство России» Еврокомиссия. Руководители ключевых отраслевых ведомств обсудили тогда весь комплекс практических вопросов сотрудничества. У России и ЕС есть хорошая база для поступательного углубления взаимовыгодных отношений. Мы часто слышим и говорим о проблемах, которые существуют между нами. Они действительно есть. Но даже на фоне проблем в мировой экономике в 2012 году объём взаимной торговли вырос на 4,1% до рекордного показателя – 410,3 миллиарда долларов. Это половина нашего российского внешнеторгового оборота. Европа – крупнейший инвестор в российскую экономику. Объём накопленных капиталовложений стран ЕС составил 276,8 миллиарда долларов. В свою очередь 60% российских инвестиций накопленных за рубежом также приходится на страны Евросоюза. Около 40% золотовалютных резервов в России номинированы в евро. Всё это наглядное свидетельство нашей тесной взаимозависимости. Поэтому мы должны слышать друг друга, учитывать интересы друг друга и работать друг с другом. У нас есть, как я уже говорил, определённые проблемы, вопросы, которые постоянно находятся в сфере нашего внимания, по которым мы часто и спорим. Один из них – это вопросы энергетики, хотя в этой сфере мы являемся естественными партнёрами. Очевидно, что энергодиалог может успешно продвигаться только в случае учёта взаимных интересов и обеспечения предсказуемости коммерческой деятельности. Ещё одна тема, требующая пристального внимания – подготовка нового базового соглашения России и ЕС. Сейчас с обеих сторон есть заинтересованность в том, чтобы эту работу завершить в максимально короткие сроки. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве вскоре исполняется 20 лет. Всё более заметное значение для развития российско-ъясовского партнёрства приобретает евразийская экономическая интеграция. Работу со своими партнёрами из Казахстана и Белоруссии Россия строит на основе норм Всемирной торговой организации. Учитываем и европейский опыт. Регулярно информируем наших коллег из Евросоюза о ходе интеграции в рамках таможенного союза и единого экономического пространства. Рассчитываем, что Еврокомиссия установит тесные контакты с Евразийской экономической комиссией. Наши интеграционные объединения во многом строятся на схожих принципах и в полной мере совместимы. Это открывает хорошие перспективы для углубления сотрудничества. На повестке российско-ъясовских переговоров ряд актуальных международных проблем. Вчера мы уже начали обсуждение ситуации вокруг Сирии, инициатив на этом направлении некоторых. Сегодня обменяемся мнениями по другим актуальным проблемам. Мы, уважаемые коллеги, готовы к откровенному разговору, причём в практическом его преломлении. Добро пожаловать. Мы очень рады вас видеть. С удовольствием передаю слово председателю Европейского совета господину Херману Ивану Рампея. Спасибо большое за внимание.